Задача. Замечательное свойство трапеции. Если есть произвольная трапеция, в которой взяли точку пересечения диагонали, давайте обозначим точку О, в которой взяли середину основания, давайте обозначим М, середину верхнего основания М, а также провели боковые стороны до пересечения, и это пересечение обозначим П, то вот эти четыре точки напрямую, расположены на одной трапе. Да. Ты можешь привести прямую П, Н. Нет, секунду, вы можете провести прямую, не будем говорить, что она пересекается. Допустим, здесь есть точка Н штрих. А прямую вы проводите через какие-то точки? Через М и П. Да, хорошо. Тогда мы можем сказать, что треугольник А, М, П, подобен треугольнику Б, П, Н штрих. Да, да. С каким-то коэффициентом подобия. Допустим, К. Да. Ну, то же самое мы можем сказать про треугольники М, П, Д и Н штрих, П, ну, М. Да, да, да. И Н штрих, П, С. Да. И они будут подобны с таким же коэффициентом подобия, потому что у них стороны одинаково есть из-за подобия треугольников А, П, Д и Б, П, С. Да. Вот. Следовательно, мы можем сделать вывод, что сторона А, М относится к М, Д так же, как Б, Н штрих, Н штрих, С. Отлично. Ребята, на самом деле, то, что вам сейчас сказали, это действительно важная и хорошая, простая идея. Если у вас есть произвольный треугольник, в котором проведена медиана, то когда вы будете проводить параллельные отрезки, то действительное соподобие, о котором сейчас только что объяснили, все время у вас будет, понятно, будет середина. Отлично. Вы доказали, что Н равно Н штрих. Да, да. Доказали. А почему точка О лежит на той же прямой? Ну, я это могу доказать по теореме Чева. Ой, не стоит. Не стоит. Нет, потому что теорема Чева, она явно труднее этого факта. То есть, безусловно, можно, что называется, ну, хорошо, так, давайте, для того, чтобы похвастаться, какой умный, докажите теорему Чева, но на самом деле, конечно, здесь все гораздо легче. Давайте. Если у нас есть треугольник, и в нем есть три прямые, то они пересекаются в одной точке, если верная равенность, то вообще все. Ребята, запоминайте, человек дело говорит. Действительно, есть такая теорема Чева. Кстати, в Новоскве я там подробнейшим образом рассказываю. Чтобы подразниться, а что такое теорема Генелая? Знаете? Там они на одной точке лежат. На одной чего? На одной прямой точке. Отлично. Это запоминайте. Мы знаем, что ДН равняется МА, поэтому они сокращаются. А также у нас АВ относится к СД, так же как к ВТ, к ВП. Есть подобные треугольники. Да. Вот. На самом деле не по теореме Чева, а по теореме обратно. На теореме Чева хорошо доказали. Ну, ребята, здесь, конечно, да-да-да, немножко искушайте по воробьям, потому что, конечно, вовсе не обязательно было использовать теорема Чева для образовательства такого чистого факта. Кто-нибудь может объяснить, почему точки вот эти вот лежат на одной прямой, не используя при этом теорема Чева? Да? Это как бы середина отрезков АД и ВС. Это не как бы, это просто середина, да. И получается из-за того, что угол ОВС равен углу АДО, мы можем утверждать... Ничего не можем, непонятно там ничего. Ребята, на самом деле, на самом деле, конечно, можно было так. Когда у вас есть, например, трапеция, смотрите, что можно было сделать. Возьмем здесь середину. Замечательно. Проведем отрезок. Проведем отрезок. И, внимание, проведем вот так вот прямой. Я пока не говорю, что это середина. Я просто говорю, проведем прямой. В таком случае вот эти углы будут вертикальными. Эти углы будут из-за параллельности прямых. И, собственно говоря, у нас получается, что вот этот треуголь подобен. Хорошо. Чему равен коэффициент подобия? Это отношение вот этих двух отрезков. Косторые коэффициент подобия это отношение к этих двух отрезков. Замечательно. А дальше смотрим на вот эти два треугольника. И обнаруживаем, что опять вертикальные углы, опять равные углы, значит, они тоже подобные. И коэффициент подобия это отношение к тех же самым кро mentoring отрезков. Значит, отношение вот этих отрезков равно коэффициенту подобия. И отношение вот этих отрезков тоже равно коэффициенту по 2. Ну и, значит, получается, что эти отрезки равны. Отлично. Первый способ доказательства теоремы о четырех точках трапеции, замечательного свойства трапеции, мы разобрали. Так вот, господа, оказывается, что эта теорема настолько замечательна, что у нее есть еще несколько совершенно замечательных симпатичных доказательств. Давайте я сейчас расскажу вам второе с использованием центральной симметрии. Доказательства удивительные и сложные, но я уверен, что вам оно понравится. Рассказываю. Представьте себе эту картину, сделанную из проволоки. Из жесткой, тонкой проволоки. Здесь вот лежит стальной прутик. Тонкий-тонкий, жесткий-жесткий. Это все стальные отрезки. То есть мы берем трапецию. Пока я ничего не говорю про какие середины, а просто вот у меня есть трапеция, сделанная из металла. Это можно себе представить? Можно. Но при этом я уже отследил, где пересекаются продолжения боковых сторон. Замечательно. Дальше давайте сделаем так. Вот здесь я поставлю шарнирки. Вот этот отрезок невозможно оторвать от плоскости, но эта конструкция наоборот может поворачиваться. Вот здесь вот есть специальное пособие. Если можно, покажите, пожалуйста, вот эту штуку. Ребята, вот она. Представьте себе, что вот на этом основании трапеции, здесь я нарисовал трапецию, а здесь где-то пересекаются. Идею поняли? Отлично. Так вот, держать я буду за вот эту вот точку. За точку, давайте ее обозначим P, пересечение продолжения сторон. И так поверну, чтобы точка P оказалась на некоторой высоте, и ровно на эту высоту поставлю лампочку. Источник света. Точечный, очень-очень маленький источник света. Давайте. Итак, вот у меня вот эта штука. Здесь трапеция. Представляете? Вот здесь вот у меня точка P. Лампочка зажигается строго на той же самой высоте. Ни сантиметром выше, ни сантиметром ниже. Лампочка расположена строго на такой же высоте. А теперь мы смотрим, какую тень отбрасывают боковые стороны и вся трапеция. Ребята, когда берешь на строго одном уровне лампочку и точку, то изображение будет в бесконечности. Согласны? У нас вот эту точку задрали. Свет ровно на этом лампочку поставили. И в результате эти точки остались. И этот отрезок остался. Сень от вот этого отрезка стала чем? Ребята, бесконечным лучом. Согласны? Да. Потому что вот эта точка ровно на том уровне, где источник света. А тень от этого отрезка чем стала? Параллельным. Параллельным бесконечным лучом. Замечательно. А вот интересный вопрос. А куда перешел вот этот отрезок? Вообще он был параллельным этому. Значит он берешь где-то куда? В какой-то отрезок параллельный этому. Я на самом деле не понимаю, как это вам объяснять. Мне кажется, это очевидно. Вот если представить. Друзья, взять тетрадку и лист вот так вот. Вы же можете сделать перед вами тетрадку, да? И представить себе, что будет, если на листе что-то нарисовано. И вы светите, вот лампочку включаете. Лампочка это не параллельная проекция. Лампочка это проекция центральная. Понимаете, да? Вот. И тогда светит. Тогда отрезок перейдет в параллельный отрезок. Ну где-то здесь у нас был. Где-то здесь была лампочка. Вот. Замечательно. А теперь вопрос. Во что перейдут вот эти отрезки? Ну как во что? Они перейдут вот в такие отрезки. Отлично. Отлично. А во что перейдет середина этого отрезка? Останется на месте. То, что весь этот отрезок остался на месте. А во что перейдет середина этого отрезка? В середину этого. В середину этого. А во что перейдет отрезок, соединяющий середины? Понятно? А во что? Вот в это. Ну, секунду, а разве мы не знаем для параллелограмма, что если вы берете любой параллелограмм и у него середины сторон двух параллельных, здесь середину и там середину, то этот отрезок будет что? Да не будет он пересекать, он параллелен этим отрезкам. Это свойство параллелограмма, и вы все знаете, если берешь параллелограмм и отмечаешь середину двух противоположных сторон, то вот этот отрезок параллелен двум другим сторонам. Согласны? Все. Ребята, как-то странно, все. Потому что это ведь, ребятки, это центр параллелограмма. А центр параллелограмма лежит на этом самом отрезке. И при продолжении у вас действительно здесь получается три параллелограмма. То есть, если вы делаете центральную проекцию, то трапеция превращается в параллелограмм, а замечательное свойство трапеции превращается в то, что середины двух противоположных сторон и центр параллелограмма лежат на отрезке в параллельном стороне параллелограммы. Вот второе показательство с использованием центральной проекции. Понятно второе? Отлично. На самом деле, можно было использовать не центральную проекцию, а проекцию параллелограмм. Так, все понимают разницу между центральной и параллелограммами? Посмотрите, когда у вас есть источник света, точечный, и во все стороны идут лучи, то тень, это называется центральная проекция. А можно себе представлять другую картину. Когда у вас есть параллельные лучи света, кстати, солнце расположено довольно далеко, поэтому очень часто можно в солнечный яркий день, летом, увидеть именно параллельную проекцию. Да, вы идете, и от вас тень. Вот это чаще всего параллельная проекция, потому что солнце настолько далеко, что приходящие от него лучи вполне разумно считать параллельными. Вот, при параллельной проекции у вас, ну как, село тоже как-то искажается, середина опять переходит в середину. Как приспособить эту самую параллельную проекцию для решения задачи, да, о трапеции? А вот, если нам дали произвольную трапецию, смотрите, что можно сделать. Вот есть трапеция А, В, С, Д. Можно взять середину отрезка А, В, и построить перпендикуляр, поставить перпендикуляр, посмотреть, где пересекаются продолжения, какая-то точка В. Так, ребята, и опять нужно сделать то самое, что я вам уже показывал. Нужно представить себе, что плоскость у нас, это такой столб, который мы будем все проецировать, точки А и Д зафиксировать, вот этот отрезок зафиксировать, а всю трапецию повернуть немножко вокруг прямой АД. Тогда точка П что сделает? Немножко сюда повернется, согласны? Отлично. И вот после этого, вдоль нового положения точки П и Ку, среди них, это будет тот самый лучший свет. Так, сейчас я попытаюсь написать картинку. Значит, если у вас имеется равновесный треугольник А, Д, Ку и произвольный треугольник А, В, Д. На самом деле, в этом произвольном треугольнике у вас трапеция, нарисованная и так далее. Вот направление, вдоль которого светит свет. От точки П до точки Ку, только очень важно, мы трапецию уже вокруг прямой АД немножко повернули, чтобы получить вот этот эффект пространства. Замечательно. Что при этом произойдет? Сей трапеции, это будет равновучная трапеция. Заметьте, ребята, что я сделал. Я начал с произвольной трапеции, а точку Ку взял на серединном перпендикуляре. Значит, треугольник А, К, Д равновесный. Когда отрезок Б, С при параллельной проекции перейдет, то он перейдет в какой-то отрезок параллельной прямой АД. Значит, здесь будет равноведренный треугольник, в котором расположена трапеция. Значит, мы свели задачу о произвольной трапеции к задаче о чем? О равнобочной трапеции. Но, извините, когда у вас есть равновочная трапеция, то у нее есть такая штука, как ось симметрии, вертикальная ось симметрии. Картинка состоит из двух равных половинок, левой и правой. И при симметрии у вас происходит левая и правая вне эти местами. И, разумеется, если вы возьмете вот такой вот отрезок, диагональ трапеции, то при симметрии относительно этой прямой эта точка перейдет сюда, эта точка перейдет сюда, а точка пересечения останется напрямой. Значит, у вас, соответственно, диагонали пересекаются на этой прямой. Для равновочной трапеции задача просто очевидная. Для любой трапеции там как-то непонятно, а для равновочной задача очевидная. А параллельная трапеция сводит любую трапецию к равновочной. Значит, уже третье доказательство. Хорошо. Ну что, пойдем на рекорд? Да давайте. Ну давайте, еще два доказательства, хорошо? Ну, мы, ну, не. Значит, здорово. Давайте. Одно доказательство будет совсем-совсем-совсем-совсем простое. Если у нас есть трапеция, давайте вот это основание обозначим А, вот это основание обозначим Б, проведем вот так, проведем вот так и проведем вот так. А длину вот этого отрезка обозначим буквой Х. Так, ну и давайте все попробуем. А, О, С, В, Е, В. Итак, господа, я сейчас найду длину отрезка О, Е. Как его найти? На самом деле, очень легко. Я просто говорю, что треугольник А, О, Е подобен треугольнику А, С, В. Значит, Х разделить на В, смотрите, сторона вот этого треугольника относится к стороне большого треугольника, так же, как А, О относится к О, С, к В, Д. Б, О относится к В, Д, так же, как Х относится к А. Но Б, О к В, Д, это то же самое, что О, С к А, С. Так, а там у нас было Х относится к С, к В, так же, как А, О к А, С. Отлично. Теперь эти два равенства складываем. Х разделить на В плюс Х разделить на А, это А, О плюс О, С, деленное на А, С. То есть единица. Ребята, если умножить на А, В в обе части, получится, что ВХ плюс АХ равняется АВ, то есть Х это АВ, деленное на А, В. Кстати, эту формулу очень полезно помнить. Вот этот вот отрезок ОЕ оказывается равен произведению оснований, деленному на сумму их самых оснований. Казалось бы, я просто сделал некоторую выпадку, которая не имеет отношения к нашей задаче о четырех точках в трапеции. Потому что, ну какая разница, какой отрезок. А на самом деле нет. Смотрите, если бы я взял и вычислял бы не отрезок ОЕ, а отрезок ОЕ, то ровно тем же самым способом я доказал бы, что отрезок ОЕ такой же. Потому что какая бы была разница считать с этой стороны, с этой ответ получился бы тот же самый. А значит, это середина? Ну, значит, собственно, и там была середина. То есть, получается, что все хорошо. Ну, это вот третья. Да? Дерево-четвертая? Это четвертая уже? Это уже четвертая. Ну и теперь последняя. Вот, пива. Все идеально. Все идеально. Последнее, пятое доказательство, ради которого я весь этот рассказ затевал. Ребята, дело в том, что Владимир Владимирович читал действительно довольно связанный курс геометрии. То есть, он не просто решал отдельные геометические задачи, а он учил школьников как при помощи подсчетов площадей, как при помощи подсчетов площадей можно доказывать разные геометрические факты. То есть, они набрали самые разные задачи и все время вычисляли какие-нибудь площади, и у них все получалось. Так вот, давайте начнем вот с чего. Представим себе, что у нас есть произвольный треугольник. Произвольный треугольник. И знаете ли вы, что медиана делит его площадь напополам? Медиана делит площадь напополам. Знаете, да? Отлично. Отлично. Дело в том, что высота у этих двух треугольников одна и та же, основания равны, значит, медиана делит напополам. Следующий шажочек. Если вы возьмете любую точку на медиане, то смотрите, вот эти площади равны, и вот эти площади тоже равны. Значит, вот эти площади что? Равны. Медиана делит треугольник на две части равных площадей, но ведь этот отрезок это медиана, и вот этот отрезок медиана. От равных от 5 равные, причем, значит, вот эти площади тоже равны. То есть, если у вас есть угол, то внутри этого угла точки, для которых площадь АВХ равна площади ВЦХ, это в точности медиана. Я сейчас не буду отвлекаться на то, почему других точек нет, ведь он нам тоже доказывает. Ну, в общем, захотите, докажите. Итак, точки, расположенные внутри треугольника, для которых площадь АВХ равна площади ВЦХ, это в точности его медиана. Замечательно. А теперь он берет и, внимание, доказывает нашу задачу следующим хулиганским способом. Берет отрезок АВ и отрезок СМ и задает себе вопрос. Где расположены точки Х, для которых площадь АВХ равна площади СДХ? Ну, вообще, есть такие точки, для которых АВХ и СДХ равны? В случае любой капец. Итак, вот есть у нас треугольник АВХ, интересуемся внутренними вот этими точками, чтобы площадь вот такого треугольника равнялась площади такого треугольника. Замечательно. Оказывается, очевидно, такие точки есть. Например, точка П замечательна тем, что площадь АВП и площадь СДП. Это просто-напросто нули. Поэтому точка П такая, хорошая. Точка Н. Если берешь середину стороны, то смотрите, как добавлено получается. Вот эти отрезки равны. Высота одна и та же треугольника, потому что две прямые проливки. Значит, по формуле основания на высоте пола это точка равна. Замечательно. Если берешь точку здесь внизу, то эти площади тоже что? Равны по той же причине. И последний удар. Итак, П, Н, М, да, все замечательно. И последний удар. Почему, когда берешь трапецию, то вот эти площади будут равны? А очень просто, потому что если к ним обеих прибавить еще вот эту, то надо будет доказать равенство этой площади и этой. Но высоты в этих треугольниках равны, а основания одно и то же. Значит, П, Н, М, а также точка О. Они все удовлетворяют вот этому замечательному правенству. Ребята, а вот дальше я не буду вам объяснять, почему для любых двух отрезков множество точек, для которых выполняется это равенство, это на самом деле прямая. Ну, если честно, это не прямая, а две прямые. Но это вот, кому интересно, посмотрите.